Продолжение следует... Вот такая страница «Лаборатория интерактивной геометрии». Здесь можно скачать именно эту программу. Код и двоичные вот здесь вот нажимаете. Опускаетесь колёсиком вниз. Вот такая Instant Mesh программа. Здесь вот показано, что она делает. Находим Microsoft Windows, нажимаем. И вот она начинает скачиваться. Она у меня просто уже скаченная. Скачивается zip папка. Допустим, вот загрузить заново. Нажимаете. И вот пошло скачивание. Вы видите, что ни SMS, ничего. Всё нормально. Качаете. Ссылку выкладывать не буду. Просто найдёте именно вот это вот название. Мгновенные сетки. И вот здесь есть весь ресурс, который вам нужно будет скачать и потом запустить, именно распаковав zip папку. Вот она есть. Открываете zip папку. И вот он файл. Вы его просто распаковываете на рабочий стол или в то место, где у вас программы. И запускаете. Ничего сложного. Давайте посмотрим, какая сетка сейчас. Жмём табуляцию и переходим в Edit Mode. Вот такая вот сейчас сетка у Judy. И давайте её немного переделаем в этой программе. Запускаем программу. Вот так выглядит открытая программа. Нажимаем OpenMesh. Обж файл. Находим, где это всё находится. Открываем и ждём, когда она загрузит. Вот идёт загрузка. Сейчас всё считается, установится и будем уже переделывать сетку. Judy загрузилась. Что нам теперь нужно? Нам нужно поставить Sharp Крис. Вот это жмём Да. Опять же немножко ждём. Следом нажимаем Solve. Вот эту опять ждём. Вот так вот изменяется сетка. И теперь нужно нажать Solve вот здесь вот. В позиции Fend. Alt. Нажимаем. Вот так вот поменялась сетка. Сейчас он её всё ещё прогонит. Считает. И будем смотреть, что ещё можно здесь делать. Сетка преобразовалась. Заходим в ExportMesh. Жмём Consensus Gar. Вот всё изменилось опять. Extract Mesh нажимаем. И теперь жмём Save. Сохраняется она именно на тот файл, который вы загружали. Так что если у вас есть файл, вы его сделаете копию, назовите по-другому и на него уже нажимаете и жмёте сохранить. Он сохраняет и пишет вам заменить файл. Да. Всё дело это сохранено. Заходим теперь в Blender. Вот запомним, какая была сетка плотная. Это дело мы теперь. Табуляция. Заходим в Object Mode. Жмём Delete. На клавиатуре удаляем модель. И жмём теперь файл. Импорт. Обж. И находим файл. Вот этот, который мы сейчас сохранили именно с программы по изменению сетки. Жмём импорт. Вот Джуди подгрузилась. И давайте опять зайдём, выделим её и зайдём в Edit Mode. Вот так вот поменялась сетка. Вы видите, что она уже не настолько плотная. Вот автоматическая ретопология. И заодно давайте ещё продублируем именно ретопологию по прошлому ролику. Заходим в Add, Mesh, находим план. Жмём S. Немножко план делаем побольше. Жмём английскую G. Вверх поднимаем. Transpose. Всё это дело перекручиваем. И немножко подгоняем на Джуди. Вот так. Поднимаем её кверху до пупа. Немножко жмём S. Уменьшаем. Поправляем. Теперь в настройках вот здесь вверху вставим Face. Вставим Rotation. Scale. И устанавливаем вот этот флажок Project. Индивидуальный элемент. Теперь в Deform, где он у нас установлен, ставим локация. Локально. Это установлено. Теперь заходим в Edit Mode. Находим модификаторы. Заходим. Находим Mirror. Жмём G. Вот у нас появилось два плана. Жмём теперь Clipping. Соединяем, чтобы они срослись. Вот так всё это дело тут получается. Жмём G. Немножко приближаем к телу. Где-то можно немножко перекрутить. Вот таким вот образом. Где-то вывести чуть-чуть вперёд. И немножко вот так вот отвести. Так, следом заходим, ставим Add Modificator Subdivision Surface. Переходим, нажимаем Simple. Добавляем подразделений. И ещё добавим один модификатор. Называется Rake Wrap. Вот этот. Переходим на него. Нажимаем вот на эту пипетку. И жмём на тело Джуди. Всё. Это дело приросло. Теперь нужно прибавить до двух сотых. И нажать вот этот флажок. Значок On Cage. Теперь переходим, жмём Twig. Вот здесь вот. На курсоре. Снимаем выделение. Выделяем, допустим, одну вершину. И можем её вот так вот двигать. Теперь немножко ещё зайдём. Вот так можно передвигать. Добавлять лупов опять же. Вот здесь луп кат. Вот таким вот образом. И работать уже с гранями, с вершинами. Е английское вытягиваем. Нажмём B, английское. То можем ещё добавить цвета. Заходим вот в эту функцию. И жмём Custom. Так. Warpock Display. Нажимаем на цвет. Выбираем, допустим, красный. Ставим InFront. Shadows можно отключить. И ставим вот в этой функции Shading. Studio. Object. Всё. Вот теперь у нас это красное. Если теперь зайти, допустим, в Object Mode нажать на Judy. То можем поменять ей цвет, допустим, на синий. На любой. Опять же, InFront можно включить. Так. Теперь заходим опять же в Edit Mode. Если сетка, вот этот цвет нужно отключить, оставить только, допустим, сетку, то заходите вот в эту функцию. Находите Hidden Warp. Отключаете её. И вот такая вот у вас получается сетка. Теперь можете уже с ней работать. Shift Alt. И, допустим, английская E. Вот так вот вытягиваете. Это если модель симметричная. Вот так всё это дело делаем. И получается вот такая тукенция регуляция. Judy можно отключить. Вот такая получается сетка. Ей можно сглаживание добавить. Ещё добавить сабдивизии. И будет нормально. Ну, вот такой способ. Быстрая ретопология. Прикольная программа. Также в ZBrush можно сделать всё это в ZRMS. Тоже меняет сетку хорошо. Ну, как говорят, не всегда, наверное, подходит для каких-то дел. Ну, для понимания. Вот такая вот штука. Всё. Всем пока. До свидания.